Ну, команд, достаточно своеобразная история встреч. Каждый из них жарок, каждый шайбой. Хороший брос, косов, навязывает борьбу. Калетник, передача, бросок, и гол. Ну, сидим сейчас, конечно, смотрела фоккей. Выходы, ребята, выгрузы, включились. Это не так подменяется. Выходит Тейлор, ну, машинка. А здесь Калетник, ну, просто блестящий уровень. По другому борту, по другому плане, по самому вершину. Там, конечно, пустые. На пятачке включается Бирюков. Придавая вывезти в авиазону. Снова Мазякин. Тянет, тянет паузу. Остается на сеней линии, поэтому бросок с острого угла. Вот там разыграть тяжело. Трое на сеней, да, и Зарипов. Только один на пятачке. А вот Бирюков забивает второй. Вот Бирюков. Магнитогорский на полу. Мазякин любит все убивать. Ну, если представить этот какой-то спорт, то я думаю, что Бирюков может приехать на лавку. Я скажу, Сереж, а я это бросил до копейки, бросал, да? То есть попал? Да, мальчик попал. Может? Пусти, а ты там. Поварли. Гоу! Ну, у Мухарча Лагна вратарь, 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 но залетает-то все по углам. Редушка Зелонов 3-0. Замаха высоко плюшки не понимал, но приложился, будь здоров, там, не готов, помешать, но не смелый трюцер на долю секунды опоздал и, пожалуйста, вынимайся. Замаха высоко плюшки не понимал. Но Мухарча Лагна прям рубил, как топором плюшки, как-то неуклюже Павлашка сейчас действовал на всей линии. Нашинова шайба. И бросок поворотом и 3-1. А это другой защитник, да, который там очень долго на пихотичке нервировал, не нарушая правила, не зарезая в кровь в ворот Кошечкина. В момент перевода, может быть, он уже не очень мешал в момент броска. Но Кошечка столько раз удержался влево, вправо и за бонщико пытаясь шайбу уменьшать. Должен, наверное, свои, да? Конечно, и в ближний угол шайбу заходят. Но время есть еще, целая минута. Ох, пас какой! Кемпанин уходит к воротам! И опять выше. Чувствовал, что скоростемки не хватит. Действительно, время остается от игроков. Опасно, Ворошила, гол! Накрыли, наказали магнитогорцев. И я скажу, в том числе ищу за самую уверенность. Сибирь, браво! Чем бы дело ни кончилось, сегодня... Он подсунул, что называется, шайбу, да? Так чтобы он подсунул шайбу, надо было его там у борта атаковать. Ты же об этом речь видал? Да, конечно. И здесь Фельсов отработал. И вот, пожалуйста, труд трех игроков позволил забросить. А мы для того лучшее силы. Я почему говорю, что магнитогорцы этот вариант вообще пробуют. Чуть не во всех землях. Ну все. Можете продолжать свою мысль. Высотор, выдастесь в два года, да? Да, и я все тоже мысляю. Все о том, что игрок поднимается высоко в синей линии. И из Госсов имел хороший шанс. Мы видим три игрока на ВСО. Вот так, это пауза в игре, потому что напряжение не выдерживает тага. И он борту. Я думаю, для целостности матча это не очень хорошо. Потому что такая эдерация в среде установлена. Да, надо знать, что это заканчивается. Так, на замену гражданинам понадобится и время. А что типа он бросает? Ой. Не простой, я думаю, через третий этап. Это фантастические формы поединок с безгеревым третьим периодом. Но с разворотом интриги такой же, думаю, никого не хотелось дать и уйти. Да, или даже сделать перезирку по просмотру матча. Большое спасибо командам за игру. Большое спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание. Спасибо коллегам за работу. С вами здесь приехали, как и смотрели Александр Гузьков и Юрий Розанов. До скорых новых встреч. Всего хорошего, до свидания.